всем привет еще раз 3 февраля пивная пятиминутка илья ну что же у меня на столе легендарнейшая корона экстра опять она у нас появилась в продаже пропадала да где-то на полгода наверное может меньше но опять появилась я такой но все надо брать быка за рога какой полгода блять нефтеканск у меня жена уезжала где в октябре в октябре где-то говорит у нас пятерочках корона экстра появилась то есть она не говорила она мне фоткала что у них там есть я там шахан и заказывал ну вот такая дело вот фотка это я судлю нам корона экстра дуга чё он там делает кодок вот продается типа я такой они от сентября был сентябрь это бы чувствует типа ну 139 рублей ни хрена себе последние остатки в общем тут даже представлять не надо какого хрена она легендарная вообще не понимаю все говорят что это пустое бестолковое пиво но все его любят все за ним гоняются есть прямо поклонники блять короны экстра которые прямо вот негодовали вот прямо вот когда она пропала из ушла из продаж вот прямо ужас так и кстати кстати чё я хотел побомбить смотрите розлив у нас 1909 22 то есть сентябре 22 года а кстати разливает где мексике мексике просто если вы помните а вы по-любому видели этих людей знаете этих людей но если пропустили эти вот слова то я вам просто перескажу один замечательный небезызвестный всем бездушно душевный рыжебородый мужчина говорил что корона экстра закрывает свой завод в мексике это было год назад даже больше это он еще говорил там когда их смотрел ну осенью еще прошлого года и этого года этого еще не было не прошло позапор короче полтора года назад еще был говорю что все корона экстра закрывается но нет мы смотрим мексика дата розлива свежая черт напиздел у нас дениска немножко трудно открывается о какой аромат пошел интересный хочу силаем добавлять я думала вообще будет бездушная душевную такой аромат ну ладненько лада никола даника блин много налил знаете почему 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 потому что я бы не был не я если бы вот не взял еще вот такую шестереночку сюда поставлю подальше вы таки а чё чё за хуйня чё фишка а фишка в том что еще вот такая партия я не знаю эксклюзивно не эксклюзивная к нам в пермь приехала тут не вот такая корона тут корона экстра но не вот такая нам приехала прямо какая-то оп версия смотрите с картинками с какими-то историями я хрен знаю тут вот 2000 и 2008 эмли set sail for a new job in melbourne оба я по всей перми собирал эти картинки нашел 6 я надеюсь что их 6 ну как бы логично да если корона экстра тут у нас какая-то история чувака на каное 2015 года я так думаю если у них шестеренка все идет то их всего лишь шесть потому что ну блин куда еще тут у нас чел темнокожий 2015 год у него какая-то тоже история была чит он тоже на какой-то херни плывет пробки кстати такие же как на оригинальной на обычной так тут девушка что-то на серфе 2015 тоже что у нее там случилось я не знаю чему посвящена эта серия ну сука я ебаный коллекционер я собирал это все просто вот себе в коллекцию на будущее тут какой год тут тоже девушка что улыбается как на куреное что ли 2018 а тут чё а тут у нас дайвинг 2008 аж год такой вот чел такая вот херня и человек сюда притащил то я хотел сравнить это вот они просто сделали типа вот такую линеечку сравнить по ттх просто линеечку они вот такую сделали с разными этикетками или все-таки она отличается так между собой я думаю они не отличались заранее ничего не прочитал четыре с половиной да они все одинаковые давайте сложим нашу копилочку коллекционную копилочку так а последнее сравним 334 рис четыре с половиной 1 3 да это та же самая корона только вот какая-то коллекционная для коллекционеров коллекционная для вас конечно это обычная корона и все натуре рисом запахло так так что смотрите вот эту шестереночку я пробовать не буду я думаю это бессмысленно это дегуста розлив розлив кстати чуть не забыл самое интересное это розлив что и тут на горлышке что и тут на горлышке я поймать и почему тут все тут главное горлышке нормально есть число какой-то порядковый номер и даже есть это видимо день есть вот по времени в 1549 разлили эту бутылку а тут какой-то эль ну английская буква л 20 какая-то ю блять пиздос это походу не для россии варится она вообще не для россии варится ну как какие тут да это чисто мексиканская тема это классно потому что здесь я вижу на бутылке есть еще другие страны по языку по ходу да да и как бы это на импорт идет а вот тут вот чисто это так годен 28 02 23 сейчас 23 вот твою мать феврале уже выходит срок годности ну и все вот и правильно вот и все и хорошо потому что февраля в конце февраля у нас будет стрим я вот эту шестереночку благополучно выпил но пока фу санины начала пахнуть да твою мать как же все хорошо начиналось а блять затуху запах вот 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 она постояла подышала вот нельзя было это делать она стала пахнуть как наша российская санина чего хвалит конечно как его без лайма пить давайте проводить я думаю она будет кисленько и такое лайтовая да так есть чем такой легендарной чё нас просто вода питьевая сол пивальные ячмены кукуруза рис так там еще и комбо блять там и кукуруза и рис еще обычно они отдельно идут но они тут просто совместили все красавцы четыре с половиной алкоголя один с три плотности ну хозе вообще летом на зачем рыжебороды я вообще тебя не понимаю зачем это на даче это дорого ну раньше может и недорого 79 рублей тоже на за 033 смысл какой ну да не так пустовато как я ожидал я думал там вообще будет вода вода нет пиздят все блогеры не это не вода не вода не вода вода это там есть солодок есть легкая кислинка в принципе да неплохо единственное сейчас за за 033 за такую цену сейчас кб фишка в чем она у нас стоило пришло за 139 я такой пошли нахуй потом она через месяц стала за 109 я такой здрасте приехали может еще снизите не стал покупать сегодня пошел за ним искал по нескольким кбр еще не во всех кбшках она есть все-таки когда все-таки ограниченная херя из пяти кбшек в одной только я нашел и она сука стоил сто восемнадцать я такой бля чего за 109 не взяла 118 как бы за 033 раньше может за 79 это было бы и хорошо но это тоже опять же да будем рассчитывать на обеспеченных людей то есть кому нравится это дело вкуса опять же обеспеченных людей если вы нищеброд как я нет то конечно же вам это пиво абсолютно за такие деньги не подойдет но если вы богач как denis то конечно да почему бы блять шестерен очку не взять нахуй на дачу поехать чули нет мы простые люди мы берем балабашки вот эти пластиковые если и наслаждаемся а вот богатые люди они берут вот такое вот ну такое себе да ну по идее ну аромат кишу по последние минуты фу прямо наши вот прямо наши вот это санина региональная вот прямо пиздец неужели меня бокал пропитался уже этой саниной что прямо пахнет на вряд ли запах стал отвратителем ну конечно чё вы видели как в интернете ютюбе давно херачи что там открываю и торнадо блять там как бы нахер тебе никакой аромат не нужен зашло и все и потом только один раз рыгнул и и все и пошел по делам что могу резюмировать по этому пилу да нихуя не могу резюмировать она как бы и как бы нет это конечно тема для обеспеченных людей но скажите мне обеспеченные люди в кб ходят я сомневаюсь если изредка когда уже никуда не успеваешь что да а так ну это смешно серьезно вообще вряд ли для кого это для чего это для лета это жигулевская возьмите их по 40 рублей то же самое бы только нормально жигулевская я утрирую конечно же скобочка живу без санин там весь не знаю все хрен с ним наконец-то его выпил наконец-то попробовал первый раз жизни кстати так что не болейте берегите себя будьте здоровы открывать для себя новые стили пиво открывать для себя новые пивоварни и завтра уже увидимся с новым майзлайсом и чего не там а вот эту херню мы будем пить уже на стриме пока